приветствую вас мои дорогие любители вкусного и интересного рад видеть вас на канале доброслав 13 и сегодня вторник и тема хлеба вкусного классного домашнего хлеба посмотрите какой красавчик у меня в руках а какой от него аромат просто непередаваемый и сегодня я расскажу и покажу вам как мы дома печем такой отличный очень вкусный ржан пшеничный хлеб причем это будет необычный хлеб из ржаной пшеничной муки на закваске все как вы любите здесь будет один очень интересный секретный ингредиент абсолютно не характерный для хлебопечения сюда мы добавим одну интересную пряность и эта пряность зира да да друзья мои та самая пряность которая делает плов пловом который идеально сочетается с бараниной и казалось бы для хлеба очень у многих не укладывается в голове как так зира и хлеб но очень интересный результат получается действительно вкусный ароматный и необычный хлеб один маленький нюанс и привычный ржан пшеничный хлеб играет новыми красками сейчас вам все расскажем и покажем в описании ролика как всегда будут все грамотки и температурные режимы все минуты градусы и грамма в описании первом комментарии но мы начинаем приготовление этого интересного хлеба мы начинаем с вечера мы готовим первым делом заварку мука ржаная и солд ржаной ферментированный перемешиваем в сухом виде и добавляем к смеси ржаной муки и ржаного солда наш самый главный секретный ингредиент данного хлеба это зира измельченная зира мы ее не растираем в пыль просто в ступке перетираем очень яркий аромат зиры всем привычной по разным блюдам из баранины или плову классическому настоящему плову работаем мы через весы вливаем кипяток весы включены и все параметры все граммовки отмеряем через весы для вас я как всегда в описании ролика и в первом комментарии напишу все граммовки чего сколько как и на каком этапе класть и все этапы приготовления обратите внимание то есть вода должна быть кипящей максимально максимально горячей и приближенная к 100 градусов сейчас все размешаем до однородного состояния закроем нашу миску фольгой в нашем случае от керамическая миска но выберите любую удобную которую можно ставить в духовку отправляем нашу будущую заварку в духовку 65 градусов температура и оставляем на 2 часа после этого не открывает духовке выключаем ее и оставляем остывать от 65 градусов на всю ночь то есть на 10 12 часов заварка остается в духовке закрываем либо фольгой как мы либо какой-то плотный плотной крышкой чтобы влага не выходила из нашей заварки заварка должна оставаться влажной на всем периоде своего приготовления еще раз повторюсь 65 градусов 2 часа после этого выключаем духовку и оставляем до утра суммарно 10-12 часов ржаную закваску мы покормили с вечера вот смотрите как на утро она выглядит в своей активной фазе как всегда такой заквасочный космос добавляем к закваске воду комнатной температуры и размешиваем до относительно однородного состояния закваска она не растворится в воде но получится такая относительно однородная суспензия заварка у нас провела ночь в духовке в выключенной и медленно остывала отправляем ее к смеси воды и закваски заварка такая очень 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 густая пластилин подобное и снова размешиваем пытаемся добиться однородного состояния к смеси ржаной и пшеничной муки добавляем соль и сахар и в сухом виде перемешиваем так гораздо лучше наш ингредиент пожениться и равномерно распределяться во всем объеме сухой муке добавляем перемешанную заварку закваской выглядит достаточно по кондитерскому как будто печем какой-то торт и снова перемешиваем до однородного состояния задача на данном этапе максимально увлажнить всю муку чтобы сухих комочков не осталось после первичного перемешивания получается такая достаточно еще сухая структура и в этот момент добавляем воду 2 добавление воды 2 связано с разной благосвязывающей способностью муки и снова вымешиваем подключаем руки и начинаем замес замес продолжаем до тех пор пока тесто не станет однородным и не останется сухих не увлажненных участков муки обратите внимание насколько липкое получается тесто очень очень липкая вот покажи пожалуйста руки видите как прилипает к рукам берем миску с водой куда можно окунать у так руки периодически их смачивать чтобы не слишком сильно тесто прилипало к рукам и продолжаем замес замес тесто продолжаем до тех пор пока не будет собираться уверенный колобок который достаточно хорошо держит форму обратите внимание при этом тесто еще достаточно липкая но уже все равно хорошо держит форму поверхность нашего колобка из тесто смачиваем водой так называемая процедура умывания тесто накрываем крышкой либо затягиваем пленкой и оставляем в теплом месте 26 28 градусов на два с половиной три часа в зависимости от силы вашей закваски прошло два с половиной часа и смотрите что произошло с тестовой заготовкой а произошел следующее она увеличилась в объеме в два раза это вот и является показателем что заготовка готов переход к следующему этапу стол подпыляем мукой вываливаем все тесто и посмотрите как красиво как воздушно выглядит наш тестовая заготовка вся она в мелких порах такая воздушная и достаточно пушистая можно даже сказать тесто достаточно липкой поэтому хорошенько подпыляем его мукой и начинаем формировать наш будущий хлеб растягиваем его руками в заготовку толщиной где-то один полтора сантиметра форма заготовки ну трапециевидная более широкий низ и более узкий верх то есть вот так вот она выглядит так будет гораздо удобнее вам формовать хлеб и теперь скатываем плотненько рулет большими пальцами подминаем к центру чтобы заготовка была плотно плотно скручена краешки хлеба подворачиваем чтобы он не развернулся переворачиваем швом вверх и защипываем шов защипываем его достаточно плотно чтобы он не раскрылся дальше в зависимости от формы которую вы будете использовать для расстойки это может быть либо корзина либо какая-то удобная форма можно сформировать как в круглый хлеб так и в продолговатый здесь уже как вам удобнее форма также выслали у нас полотенцем и припылена мукой прикрываем хлеб тем же самым полотенцем либо какой-то тряпочкой удобный и оставляем в теплом месте 26 28 градусов на полтора часа на расстойку расстойка завершена что же здесь мы имеем смотрите как наш хлебушек подошел выглядит очень симпатично и теперь отправляем его на противень или решетку на чем вы привыкли выпекать об ведь какая форма ровненькая такого каравая полусферы можем сказать и теперь берем острый нож либо лезвие и делаем надрез не очень глубокий не глубже одного сантиметра вдоль всей нашей будущей буханочки хлеба обратите внимание надрез очень глубокий делать не стоит чтобы слишком сильно хлеб не раскрылся отправляем в духовку выпекать будем на двух режимах первый с паром 2 без пара все как обычно вот и готов наш хлеб зерой даем ему остыть на решетке после того как он полностью остынет заворачиваем его в полотенце либо в какую-нибудь удобную тряпицу а завтра с утра уже будем с вами дегустировать не отключайтесь самое вкусное впереди разрез и дегустация ну что же самый главный самый важный момент в любом ролике давайте смотреть разрез что получился в этот раз корочка хрустящая слышать какая а вот такая вот красотища получается друзья мои посмотрите какой мякиш красивый симпатичный сейчас будем пробовать этот вкуснейший хлеб вот он наш красавчик давайте побыстрее пробовать этот классный чудесный хлеб очень очень интересный у него аромат здесь там вот сначала такой яркий хлебный насыщенный аромат и потом бац и зира и появляется зира вот тот самый аромат плова всеми любимого классического настоящего плова и не совсем укладывается в голове как эти ароматы могут сочетаться это достаточно необычно друзья мои давайте попробуем классный очень хороший такой плотный но в то же время не тугой не резиновый мякиш вкус насыщенного хлеба хорошего добротного и аромат зиры да он здесь будет яркий и насыщенный если вы не любите зиру скажу вам по секрету не кладите ее в этот хлеб и у вас будет просто шикарный великолепный ржан и пшеничный хлеб на закваске он будет тоже очень очень вкусный но если к зире надо относитесь нормально если уважаете зиру попробуйте добавить ее в хлеб испечь вот такой вот вариант я убежден что вам этот вариант точно понравится как и мне я вот зиру люблю правда остальные домочадцы у меня за дом ее не очень любит зиру поэтому большую часть этого хлеба съем я вот такой вот вариант но хлеба вкусного разного у нас дом всегда много поэтому хлеба хватит всем вкусного домашнего ароматного и замечательного ну а вы друзья мои ставьте лайки и пишите в комментариях как вы относитесь к зире да такой вопрос очень неоднозначный знаю что далеко не все ее любят ну вот напишите посмотрим сколько среди моих подписчиков хорошо относятся к зире а сколько не могут терпеть эту странную восточную пряность до новых встреч друзья мои пока пока впереди нас ждет много вкусного и интересного